Здравствуйте, друзья! Тема этого обзора будет компактная реле Moes, предназначенная для установки в подрозетник. Реле управляется по ZigBee и относится к экосистеме умных устройств Tuya Smart. Мы поговорим о его возможностях в штатной системе управления, а также о способах интеграции в альтернативную систему управления умным домом Home Assistant. Поставляется реле в небольшой белой картонной коробке с схематическим изображением устройства и логотипом экосистемы Tuya Smart сверху и Google Assistant и Amazon Alexa внизу. На торце указана модель, всего их существует четыре, на одной и две линии, и как с функцией диммирования, так и без нее. В коробке кроме реле нашлась еще небольшая инструкция на английском, на ней есть еще QR-код с ссылкой на немецкую версию. Из интересного в инструкции перечислены параметры реле, в частности максимальный ток в 10 Ампер, что позволяет использовать в обычной сети 230 Вольт нагрузки не более чем 2300 Вт. Кроме того, тут изображены схемы подключения, с использованием внешнего выключателя, либо пары выключателей по проходной схеме и без него. Внешне это реле очень напоминает своего собрата от Lansong. Обзоры этих реле с нулевой и без нулевой линии я уже делал, кто не видел, ссылки в описании. В комплекте с ним идет пластиковый держатель, который можно установить, например, на DIN рейку. Провода подключаются в зажимную контактную колодку с одного из торцов реле. Головки винтов находятся на фронтальной части. Как и упомянутые мной реле от Lansong, герой обзор отлично помещается в стандартный круглый подрозетник и поверх него можно разместить неглубокий выключатель или розетку. Я собрал базовую схему, показанную в инструкции под номером 1 с использованием внешнего механического выключателя. Вместо светодиодного индикатора в этом реле применили пищалку. Вот так звучит переход в режим сопряжения. Начнем изучать возможности с штатного приложения Tuya Smart. Для подключения нужен любой совместимый с экосистемой Zigbee шлюз. Входим в режим подключения дочерних устройств и ждем пока реле не появится в результате поиска, пищать оно после этого перестанет. После запроса на имя и определение месторасположения реле появится в списке дочерних устройств шлюза и в общем перечне на основной странице приложения. Плагин реле весьма простой. Большую часть площади экрана занимает окно его статуса включено или выключено. Внизу четыре кнопки. Первое название которой перевели как мощность это переключатель питания. Вторая таймер который можно установить как однократно так и периодически на срабатывание реле. Далее идет установка обратного отсчета с установкой временного интервала. А самая интересная опция четвертая настройки. Здесь можно установить режим в котором будет реле после восстановления питания. Всегда включаться, всегда выключаться или помнить последний статус. Еще есть меню настройки индикатора написано светодиодного, но на самом деле пищалки. Реле может работать как действие для автоматизации. В этом режиме доступно несколько вариантов. Начинаем с самого основного включить, выключить или переключить состояние. Далее идет установка времени обратного отсчета как замена стандартной опции задержки в автоматизации. Опция по энергопотреблению мне немного непонятно, так как энергомониторинга в реле нет. Также в автоматизациях можно устанавливать режимы работы после восстановления питания. И конечно режим работы индикатора. Не уверен в практической ценности последних двух опций, мне кажется что это достаточно установить разово вручную. Через меню настроек есть возможность объединить несколько реле в одну группу с общим управлением. Выключатели логического управления работают параллельно, т.е. у выключателя нет фиксированного положения, включено или выключено. Он переключает текущее состояние. В зависимости от качества связи с облаками смена статуса может немного запаздывать, но реакция реле моментальная. Режим всегда выключен после восстановления питания. В режиме всегда включена реле будет подавать питание на нагрузку сразу после восстановления питания и режим сохранения состояния. Реле будет восстанавливать свое состояние перед отключением питания. С поддержкой в zigbee2mqtt проблем нет при использовании прошивки поддерживающей zigbee3. В данном примере используется стик CC2531 на прошивке Z-Stack 3. Устройство корректно определилось и добавилось в систему. Как и подавляющее большинство других устройств стационарным питанием нулевой линии, устройство является роутером. Здесь у него есть два состояния, уровень качества связи и переключатель состояния реле. Они и передаются в виде сущности в Home Assistant. Управление локальное, поэтому скорость реакции на переключение, так и обновление статуса при механическом переключении мгновенное. Не останутся в стороне и пользователи SLS-шлюза. Устройство полностью поддерживается и здесь. Кстати, для ручного перевода в режим сопряжения нужно с небольшой задержкой 5 раз включить и выключить реле при помощи механического выключателя. Реле корректно определяется со своим изображением, конечно тоже как роутер. В Home Assistant пробрасывается аналогично ZigBit UMQTT, Switch и сенсор уровня заряда. Остается открытым вопрос, как в этих интеграциях устанавливать режимы работы реле после восстановления питания. В моем случае я применил реле в квадратном подрозетнике, для возможности перезагрузки по питанию управляемого светильника E-Light 650. Это стало возможным потому, что сюда заведен ноль. Такое решение получилось дешевле покупки выключателя Акара с нулевой линии, так как у меня уже там стояла его беспроводная версия. Также такое реле будет удобно использовать для управления обычными светильниками, как с механическими выключателями, так и логически. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома можно увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok